Собственно, вот про горы. Конечно, я не только Холм в Ирмус обошел, еще достаточно много был и на Лустице, и на Цирквице, и пешком ходил из Котора на Ловчин по Староавстрийской дороге. Я вообще изучаю, помимо лекарственных трав, изучаю австро-венгерские крепости, хожу по ним, езжу на машине, ну, вообще изучаю. Собственно, в продолжении темы про однодневные походы, что с собой нужно брать? Первое – это психология. Психология небоязни жуков, паучков и всего остального. Второе – безопасность. То есть нужно брать с собой обязательно минимальную аптечку. Не нужно брать там, наверное, не знаю, градусники или еще что-то. Опять же, в однодневные походы я могу отвлекаться от темы, потому что достаточно много ходил в многодневные походы. Сколько я хожу, кстати, по горам, по горам, по степям. В общей сложности я хожу 7 лет, 4 года в Крыму, 1 год в Украине и 2 года здесь. 3-4-7. Да, 7 лет вот хожу, брожу по горам, изучаю опыт, ну, не знаю, для кого-то маленький, для кого-то большой. Ну, основное, конечно, мне дала военная академия, где, опять же, выдержка и небоязнь тех препятствий, которые ты видишь перед собой. Итак, ближе к телу. Что я беру в однодневный поход? Значит, беру трекинговые палки, раз, они с амортизатором, очень удобно и снижают нагрузку до 30% с ног. Дальше. Я беру с собой, сразу в сторону откладываю, я беру с собой тент. И с помощью этого тента я могу в следующих видео вам показать, что с помощью этого тента можно сделать как гамак, можно сделать палатку из него и можно вот просто как использовать как подкладка, как тент. Я на нем, кажется, вот, когда мы ходили с детьми в горы, я прям его расстелал на землю и вот прям на нем и спал. Дальше. Аптечка. Аптечка у меня вот в пакете с специальным замком, чтобы не попала влага. Здесь Викс Актив, здесь пластыри. Такого ничего особенного нету. Я еще раз повторяю, что изучаю травы, поэтому, как для себя, я много не беру, да и вообще не пью какие-либо лекарства. Что бы я вам рекомендовал взять от температуры, от диареи, наверное, и все. Вот это спасательное одеяло, метр тридцать на два десять, двести десять миллиметров. Способ его применения, опять же, если вам интересно, пишите в комментариях. Я сделаю отдельное видео, как и для чего оно нужно и как оно работает. И это очень крутая вещь. Десять грамм, обворачиваетесь в двух словах. Обвернулись, тепло. В футболке, например, там прохладно, вечером уже стало темно, холодно. Обернулись идеалкой. По крайней мере, в ней будет тепло. Дальше. Перекись водорода. Дальше. Спасатель. Не нужно объяснять. Ну, в принципе, вот это тоже как спасатель. Это корень ласицы, настоянный на оливковом масле. Ожоги, заживление ран. То же самое практически, что и спасатель. Только спасатель, по-моему, в Черногории не продается. Это еще из России. Еще до 2017 года он. И нашел аналог. Только на натуральных травах. Все натуральное делают его на руме. Собственно, там я его и покупаю. Очень быстро заживляются, как и раны, ожоги, солнечные ожоги. Вот такая классная штука. А еще корень ласицы, он разглаживает морщины, настоянный на оливковом масле. Разглаживает морщины и улучшает цвет кожи. Дальше. Значит, к аптечке. Зубная паста, зубная щетка. Где-то там в сумке. Дальше. Антисептик обязательно. Мыло хорошо. Мыло может потеряться. Оно... Ну, не знаю. Мне было не очень нравится. Антисептик. Все-таки там 99% алкоголя. И он достаточно быстро высыхает. И... Очень удобный. Мало весит. Очень удобно. Дальше. Салфетка. Что еще относится к аптечке? Больше ничего. Все. Вся моя аптечка. Дальше. Что я с собой еще ношу? Я ношу с собой огнево, чиркало, магниево истержень. По-разному называют его в интернете. Опять же. Пишите в комментариях. Покажу видео. Расскажу, что это такое. Дальше. Что я с собой беру еще? Я беру с собой всегда ножик. Хорошо заточенный. Отлично заточенный. Бриться, конечно, наверное, не может... Бриться им не сможете, но что-то порезать, отрезать, порубить, срезать ветку без вопросов. Дальше. Фонарик. 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 У меня водонепроницаемый, достаточно мощный. Фонарик. Очень мощный. И держит он батарейку, по-моему, 5 дней. При минимальной нагрузке и держит 5 дней. Дальше. Бандана. Дальше. Шапка. Бандану можно еще, кстати, использовать как трусы. Опять же. Пишите в комментариях, если вам интересно. Я вам сделаю отдельное видео по бандане. Дальше. Два. Две веревки. Для того, чтобы можно сделать... Было гамак. Ну и так вообще. Просто веревка нужна всегда в походе. Сделать обвязку дров. Притащить их. Не знаю, там... Товарищ где-то там упал, пропал. Тут в каждом по 5 метров. 5 метров связывается. Морским узлом связал. Все намертво. Вот морской узел. Восьмерочка. Сделал. Кинул. Вытащил. 10 метров. Дальше. Носки. И кофта термобелье. Естественно. Естественно. Нужно с собой брать удобный и практичный рюкзак. Ну вот. Я ходил по Крыму. У меня был такой большой. 60-литровый. Ну... В данный момент мне нравится этот. На него можно... У него есть панель моли. Вот эта панель моли. Сюда можно еще что-то понавешать. Потом можно сбоку понавешать. Здесь. И здесь, когда все это дело закрывается, здесь тоже можно что-то положить объемное. Ну и, естественно, внутрь тоже можно положить. А здесь есть место для гидропона. Гидропон у меня дома лежит. Опять же, пишите в комментариях, если интересно, что такое гидропон. Покажу, расскажу. Вот. И вода, естественно. Вода, как минимум, литр нужно. Лучше полтора взять. И в походе, в однодневном походе, когда жарко, не нужно пить воду большими глотками. Маленькими глоточками, потихоньку, по чуть-чуть. Дошли до источника. Дай бог, их в Черногории много. Источники воды, изворы так называемые. Дошли до источника. Там, опять же, немного попили воды. Наполнили опять бутылку. И пошли дальше. Вот, собственно, наверное, все, что необходимо для однодневного похода. Естественно, по поводу самой одежды. Значит, головной убор. Обязательно. Без него, лично я в поход никого не беру. Без головного убора нельзя. Дальше. Футболка хпшная, чтобы никаких черных цветов. Иногда некоторые одевают черные цвета, потом говорят, ой, как жарко. Конечно, жарко, солнце припекает, черный цвет нагревается. И, собственно, можно получить намного быстрее тепловой удар. Дальше. Сверху вниз. У меня всегда на шее жетончик. Нержавеющий. На нем написано фамилия. Дата рождения и группа крови. Дальше. Футболка, часы. Необязательный атрибут. Ну, необязательный. Дальше. Кожаный ремень. Обязательно кожаный. Почему кожаный? Потому что вероятность того, что он порвется, крайне мала. И этот ремень 82-го года. Практически мой ровесник. Я его старше на 5 лет. Дальше. Штаны у меня из материала рип-стоп. Не царапаются. Не задевают за колючки. Дышат. Легкие. Очень классные. Обязательно. Вообще супер. Единственное, что нету в них, это вот лямок, которые продеваются через стопу. Вот этого не хватает. Ну, может быть, когда-нибудь зашью. Руки дойдут, сделаю. Дальше. Это ботинки. Ботинки очень важный атрибут для походов однодневных. Особенно для многодневных. Они должны быть удобные. Что такое удобно? У каждого понятие свое. Но в горах оно немного выравнивается для всех одинаково практически. Это должна быть не скользящая подошва. Это должно быть с высоким голенищем. Они должны быть легкие, чтобы вы могли достаточно пройти и не уставать. Ну, собственно, в двух словах о ботинках. И, кстати, это тоже тот же материал, что и этот. Это кордора 1000D, а это кордора 300D. В принципе, все. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь на все ответить. Пока.